Супер-квизис-мен. Объясни им. Добрый день. Павел Петрович, руководитель ЖЭКа номер 5. За месяц своей работы могу сказать следующее. Приступив к своим обязанностям, удивило то, что согласно постановлению НКРАЕ в декабре месяце не было оформлено заявление на присоединение к условиям договора поставки электроэнергии с компанией Нероскейп и СЛЭО на транспортировку электроэнергии. Соответственно, не была оплачена предоплата в размере 276 тысяч, что было обязательным условием договора для получения электроэнергии. Под угрозой было освещение лестничных площадок, лихтового хозяйства, наружного освещения. На тот момент денег для предоплаты не было. Для решения вопроса неоднократно были поездки в Старобельск, была достигнута договоренность, вопрос был решен положительно. Договор подписан. Следующий вопрос – это вопрос технического состояния трубопровода в подвалах. А именно наличие утечек с труб, неисправность системы канализации, затопленность подвалов. Приказом по предприятию назначена была комиссия по осмотру инженерных коммуникаций подвалов. Было выявлено 15 подтопленных подвалов и ликвидировано 30 порывов. За счетный период на аварийную службу поступило 525 заявок. За новое месяц произведена замена трубопровода по холодному водоснабжению 272 метров погонных. Центральному отоплению 287 метров погонных. Водоотведение 23 метра. Следующий вопрос – это был вопрос отсутствия центрального отопления в административном здании ЖЭКа номер 5. С 1 января в ходе разбирательства выяснилось, что 31 числа декабря примерно 12.45 работники теплосети отключили отопление по неизвестным причинам. В ходе проверки, начиная с 2016 по 2018 год, в отопительный сезон отопления было. Есть объяснительные сотрудники, которые работают в административном здании. На данный момент вопрос у нас по теплоснабжению не закрыт. Также выявилось, что потребление электроэнергии админздания ЖЭКа номер 5 значительно превышает расчетное. В результате осмотра было выявлено подключение к электросетям админздания ЖЭКа номер 5 оборудования «Висичанск Теплосеть». На территории находится их помещение, что нанесло ЖЭКу материальные затраты. Руководителю теплосети были направлены письма с просьбой прислать сотрудников и разобраться об создавшейся ситуации. На сегодняшний день тоже вопрос также не закрыт. Месяц январь был тяжелым погодным условием. Дворниками чистилась территория и подходы к подъездам от снега. В голове производилась посыпка внутридомовой территории и посыпочный материал. В период с января месяца было закуплено 60 тонн песка, 300 кг соли. Жалоб на работу дворников не поступало. Трактор к работе в снегопад подготовлен не был. В срочном порядке пришлось ремонтировать и переконструировать отвал, что дало возможность чистить от снега дворы, тротуары, а также подъезды к учебным заведениям и так далее. Тяжелое положение в данный момент у нас кровли. За январь месяц поступило 205 заявлений от жильцов на течь кровли. Для уменьшения подтопления квартир и электрощитков принимаем меры по очистке кровли от снега. Очищено приблизительно 15 тысяч метров квадратных кровли за январь месяц, в том числе и методом осушивания газовыми горелками, где конструкция кровли плоская. Разогрето 225 метров погонных замерзших ремнестоков, что предотвратило затопление ремневыми водами подъездов и квартир. На скатной кровли проблема в образовании сосуля, которые с кровли по техническим причинам сбить невозможно после внеплановых обходов жилконда в местах, где существует опасность для населения, применяются сигнальные ленты. Для самых аварийных и опасных мест привлекался автомобиль КТП в полном объеме. Также есть задолженность от населения, она составляет 15 миллионов 856 тысяч, плюс арендаторы 78 с половиной тысяч, а также льготники 37 тысяч. В планах у нас усилить исковую претензионную работу с должниками, которая образовалась за предыдущий период, потому что практически работа не производилась. произвести полную инвентаризацию предприятия, а также финансовую проверку. Произвести в марте месяце общий осмотр конструкций жилых домов после зимы и определить объем ремонтных работ по жилому фонду. А также после этого всего составить график первоочередных мероприятий и план график подготовки жилого фонда к работе в зимний период 2012-2020 годов. И только после завершения анализа действующей сейчас системы эксплуатационного жилого фонда анализа доходов и расходов можно будет строить перспективные планы развития. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ведь там собирается ставить счетчики води. То есть первый вопрос, кто обманывает вы, либо он, это первый вопрос. Второй вопрос стандартный, все-таки мне хотелось бы знать, какой у вас опыт работы на коммунальных предприятиях, на руководящих должностях и естественно образование. Образование у меня выше, я закончил инженер на вами академию управления персоналом, я думаю вы в курсе, Опыта работы в коммунальных предприятиях у меня нет, но на руководящих должностях у меня опыт работы есть. Что касается подвалов, я еще раз подчеркиваю, это на сегодняшний день подвалов. То есть в данной ситуации у нас по подтоплению подвалов все под контролем. Есть некоторые подвалы, где ведутся ремонтные работы, но они практически в более-менее нормальном состоянии. А подтопленные подвалы были обнаружены на 9 января 2019 года. Ну просто и директор водоканала сейчас работает, и вы сейчас работаете. Вот он говорит о том, что там все нормально, и будет он ставить там счетчики по этому. Иван Иванович, есть акты подтверждающие, я готов вас встретить, провести по всем подвалам, ну и мы посмотрим. Я не пойду, просто возникает вопроса, кто же так обманивает, то ли директор водоканала, то ли вы, то ли вы нормальный, кто-то с тобой. Вы же можете умреть, на 12 января говорят. А сейчас там уже все нормально. Иван Иванович, работы ведутся. Сейчас конкретно там нормально или есть подкопленные подвалы? Сейчас конкретно нормально. У меня вопрос. Вы просто заявляете, что за 1 доллар в месяц заработная плата выплачена по новому с отчислений, если есть вы? Да, да. Текущие аналоги и ЕСВ, все по вашему вопросу. Второй вопрос. Вы сказали усилить претензионно-исковую работу. Насколько я знаю, у вас юрист рассуществует на вашем предплате. У нас с 1 февраля есть юрист. Вы делали, я вас услышал, вы делали анализ, подать иск на задолженность по квартплате, там условно, тысяча или две тысячи, заплатить судебный сбор и когда вы отобьете этот иск? Юрий Владимирович, анализ сейчас мы делаем в данный момент. Была сделана работа с арендаторами. За январь месяц должники по аренде заплатили приблизительно 19 тысяч гривен. Работа, анализ ведется и работа как бы идет. По населению сейчас, на данный момент мы работаем. Депутат Глуборов. Может быть кто-то посчитает этот вопрос некорректным, но я все-таки хочу его задать. Меня интересует последнее ваше место работы и какая судьба постигла в предприятии, которым вы руководили? Значит, последнее мое место работы по трудовой книжке, это была главная механика ТП-10-919. Так, депутат Малей, пожалуйста. Депутат Малей, пожалуйста. Депутат Малей, пожалуйста. Удачи вам, пацаны, удачи. Во-вторых, вы знаете, очень плохо начинаете с того, что во всем винике прежде руководства. Да, мы все не идеальны, но у нас получается, у нас получается идея. Удачи вам, в этой работе дальше. Теперь смотрите, получается, когда ты позитивный, хороший, 284 метра или 7, поменяли того, 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 который купленный в организации. А скажите, пожалуйста, насколько правдива информация, что вы газель, которая у вас числится с совмещенного с ЖЭКа, переведена на газоголовное оборудование? Да. Да? Вы официально это все сделали, вы привлечили с Малейом, официально покупаете газ, официально его списываете? Официально покупаем газ, официально его списываете. При регистрации... Все, все, не надо. Я вас услышу. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Представляйтесь.